Всем известно, что после процедуры окрашивания волосы сильно портятся, истончаются, секутся, становятся тусклыми и даже выпадают. Так вот, как улучшить их состояние, прямо сейчас узнаем у эксперта, специалиста, тритментолога Елизаветы Гельмулиной. Доброе утро. Доброе утро. Вот так сложно звучит, вот красиво так, липидное восстановление волос, да? А вообще липиды это что? Липиды это жиры. Да, это жирные вещества, которые содержатся у нас в волосах. Их всего 6%. И давайте я вам расскажу немножко, чтобы было понятно. Строение волоса нашего, оно состоит на 80% из белка. И занимает это кортекс волоса. Вот представим, что это наш волос. В серединке это кортекс волоса. Он состоит из белков, из протеинов. А на поверхности у нас идут кутикулярные слои. И там уже в кутикуле у нас содержатся липиды. Липиды. Хорошо. А для чего их тогда надо восстанавливать? Липиды, они подсклеивают чешуйки нашего волоса. То есть вот этот чешуйчатый слой кутикулярный. Липиды, да, они склеивают. И волос ухоженным выглядит гладкий. Да, более гладкий, блестящий. Да, за счет липидов и за счет того, что чешуйки более закрыты. Ну, а как вообще происходит сама процедура? Вот восстановление. Ну, вообще восстановить волос нельзя. Я вру своим клиентам, что я восстанавливаю волосы. Потому что волос – это мертвая материя, да? И мы их не восстанавливаем, а мы протезируем. То есть мы заглаживаем, вот заполняем эти пробелы, чтобы у нас волос нормально выглядел. Но на самом-то деле с волосом ничего не происходит. Вот эта фраза «более здоровый волос» – это, конечно, миф. Нет, на самом деле липиды, они восполняются, да? Они подсклеивают межклеточное липидное вещество, чешуйки подсклеивают между собой. Например, мы представим стену, да, если мы ее выложим из кирпичиков и ничем не склеим, она развалится. Точно так же здесь у нас кутикула – это защитный слой волоса, а липиды подсклеивают чешуйки и держат весь волос на себе. Поэтому это очень важно. То есть я правильно понимаю, мы просто визуально это все приводим в порядок, но сути здоровых волос как бы не происходит? Нет, на самом деле это не только визуал, это работает внутри. То есть оно держит чешуйки, подсклеивает чешуйчатые слои. То есть мало того, что оно действует на внешний слой, еще и изнутри. Да, потому что чешуйчатых слоев у нас от 5 до 15. Их много очень, и на каждом слое можно работать. То есть работает на увлажнение, то есть можно склеить белок с чешуйчатым слоем между собой. И вот в этом нам помогают именно липиды. Дома можно сделать такую процедуру, масочку какую-нибудь купить? Да, кстати, да. У нас есть маски, которые направлены на восполнение липидов в волосе, а есть маски на восстановление. На восстановление маски они работают больше в кортексе волоса, который состоит из белка. Белок мы закладываем в кортекс, а баночки с чешуйками у нас нет. То есть баночка с белком, с протеинами у нас есть. Мы можем сделать масочку, оно проникнет вглубь волоса и заполнит потерю белка. А баночки с чешуйками у нас нет, поэтому у нас есть баночка с липидами, и вот липиды подсклеивают чешуйки. Это просто домашнее средство маски, где вот написано, что оно помогает восстановить липидный слой. Есть маски на восстановление, да, они больше работают в кортексе волоса, восполняют белки. А есть липидные маски, да. То есть вы можете увидеть в составе ойлы, коллаген, вот это будут липиды. А кому все-таки больше рекомендуется эта процедура, а кому, может, кому-то не подходят они? Вы знаете, на самом деле всем, потому что мы наши волосы расчесываем, мы спим на них, мы их трогаем. Они подвергаются механическому воздействию, да. Также факторы окружающей среды, либо термическому воздействию, да, когда мы утюжим, феном сушим, да. Поэтому я думаю, что это нужно все. А курс есть какой-то вот этого всего? Домашний? Да, вообще сколько по времени занимает восстановление? Вообще можно нанести маску. Маска у нас работает от 20 минут. То есть она гуляет по кутикулярным слоям и проникает туда, куда нам нужно, только спустя там 15-20 минут. И на сколько эффекта хватит? На несколько мытья волос. То есть раз в неделю, два раза в неделю можно пользоваться, и этого достаточно? Да. Если девочка блондинка, и у нее поврежден кортекс, то есть волосы рвется, нет эластичности, при расчесывании он обламывается, то нам нужно уже две маски. Одну нужно на восстановление, вторую нужно на питание, на восстановление липидных слоев в волосе. Хорошо, но это не утяжеляет волосы? Нет, не утяжеляет. То есть больше утяжеляют такие моменты, что есть в маске присутствуют, либо потом в несмывашках, силиконы. Такие полимерные пленочки, которые обволакивают, есть, которые они накапливаются на волосе, которые вот этот блеск создают, да. Вот они могут утяжелить, переутяжелить волос. А липиды безопасны? Да, липиды, да, они безопасны, они подсклеивают чешуйчатые слои. А как правильно наносить маску, чтобы она подействовала? Прежде всего, нам нужно правильно помыть голову. Да. Для начала мы подбираем шампунь по типу кожи головы, а затем нам нужно хорошенько размочить наши волосы. Ну, то есть даже перед тем, как мы начинаем мыть голову, нам нужно хорошо промочить нашу кожу головы и волосы. Три минутки. Это на самом деле долго, если поставить таймер, это долго. Три минутки. Наша кожа головы распаривается, затем мы наносим шампунь, промываем нашу кожу головы, очищается. После этого наши волосы, чешуйки нашего волоса, они раскрываются, кортекс разбухает, и тем самым все питательные вещества проникают глубже. И масочку нужно наносить, если она липидная или на восстановление, минимум на 20 минут. А еще лучше использовать дополнительное тепло. Шапочку, полиэтиленовый пакет. Вот, так что сегодня закажем на макетплейсе какую-нибудь маску. Главное, состав смотреть, чтобы хороший производитель был. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости, рассказали про липиды. Вот мы даже не знали, а они у нас, оказывается, есть. Тритментолог у нас сегодня была в гостях, Елизавета Гельмулина. Хорошего вам мне. Спасибо и вам.